У меня голубь чуть не сбил, а я приехал в цирюльник. 50 рублей. А, блядь? 50, помидор 50. И дыня 50, все по 50, и помидор 50. Авария. Типа глушитель отвалился на лежачем полицейском. У него сломался вот эта часть 100%. Смотрите, тут ручка по кругу крутится. Делаем эту штучку вот так, и она будет сильнее прижимать уплотнитель. Друзья, запомните, кто будет регулировать окна, регулировочный болт, вот он, вверху. А вот этот не крутите вообще, у вас дверь отвалится. Специально смотрите, там берута 312, фасадашки 139, через 869, на курсе 99, на курсе 99, на курсе 99, на курсе 99. Почему она? Девочка, серьезная. Вася. Горка не пошла, она шутка. Аж сейчас с гибом стала. Что так? О, хорошенькая. Тут идет полка, закрывается, она упирается в сифон, и не закроешь полку. Угадайте, куда я приехал. Да, у меня голубь чуть не сбил, а я приехал в цирюльник. Смотрите. Ништяк. Поехал фурнитуру менять, в общем. На балконной двери нужно заменить запорный механизм. Сейчас перекушу. Шпроты взял, хлеба. Пошел шпроты выкидывать, мусор не купил, две дыни. Блин, закрытие. Девушки не скидал свои. Господи, красоты. Вот недорого дядька продает. Черешня по 150. Черешня 150? Да. Этот почем? Кабачок? 50 рублей. Огурец. 50. Помидор 50. И дыня 50. Все по 50. И помидор 50. А, баклажан еще. А, баклажан еще есть. Тоже 50. Тоже 50. Вот это помидор розовый. Помидорки и огурчики по 50 рублей килограмм еще взял. И дыни по 50. Сейчас надо их смотать. Мы возлетели. Аккуратней. Аккуратненько. Новую дорогу делают, видите? Чтоб тут пробок не было. Чтоб выкорчевывали, подготовили поверхность, трубы, сетки. Будет четкая дорога новая. И вот здесь будет рекомендованность. Если одиннадцать, чтобы остановиться широкой или двухполосной, сколько песка навезли. Молодцы. Это у нас расходует на шоссе. Расторгуем. Давай за нас, давай за вас и за Сибирь, и за Кавказ. А, бакли, я. Немножко зацепил ей левый бок. У нее столица вырвало. Смотрите. Толица боком, короче. Короче, здесь везде красный сектор. Сосна. Вообще классные такие места. Ну, как мне кажется, по крайней мере. Ну, плохие. Доли, пунктары, видишь, бриганны. Рядом. Посовременнее. Здесь вообще какой-то пансионат. Типа глушитель отвалился на лежачем полицейском. На Мазде. Они, да? На Мазде. Так, работать мы будем вот в этом огромном доме. Сейчас вам покажу. Так, а дальше, да? Такой домик здесь неплохой, скажем так. 223-й. Стоит и номер у него 223-й. В себе церковь, церковь и инструмент. Вот этот запорный механизм для балконной двери. У него сломался вот эта часть 100%. Буду обрезать ее болгарочкой. Надо ножницы себе купить, чтобы в квартирах болгарку не включать. А большие ножницы взять. Чик-чик, отрезал и все. Так и сделаем. Давай, у меня шлагбаум был. На ней? Неудобно? Вот она, эта дверь проблемная, которая... Смотрите, тут ручка по кругу крутится. Хана. Сейчас разберу, покажу. А дверь вековская. Фурнитура Мака. Мако. Вот такой здесь прекрасный вид. Прям на церковь, класс. Чик. Поехали. Поехали. Засекайте время, за сколько я ее поменяю. Двойная ручка стоит. Мало у кого такая стоит. А вы как, ее устанавливали отдельно? Сами, да? Не каждый, даже мало кто может, бывает, просверят три, он выходит, не совпадает. Я делал раза три такую. Ну, Николай, можно закрыть тут рига, не упадешь. Сто процентов. Так. Она сюда. Хорошо. Так. Рулетку, да, не знаю? Рулетку, да. Рулетку, да. Рулетку, да. Я по ней положу прям, да? Да, я прощаюсь. Будет точно. Вот, намечаю полосочку. Чик. И здесь. Так. И будем отрезать. Хорошо. Начал снимать каждый день ролики в YouTube. Научился монтировать. Так мне девушка монтировала? Ага. А сейчас каждый день иначе ролики. Подписывайтесь и советую. Их, пожалуйста. Не прошу. Это от фирмы мне доказ, я раньше работал на три фирмы сразу, а сейчас чисто на себя, иногда мне скучно, и я у них беру. А, я понял. Ну, ты оставил себе, потом не переносил. Здесь запихнул, буквально она опустилась, а я еще подумал уже. Так, тут надо выставить. Ладно, примерно вот так. Так, и есть такое дело. Ставим теперь ручку обратно до рябки. Есть такое, Олег, да, у вас такое? А, Игорь, я не знаю. Это, средство специальное, Космофем для окон. Можно прямо, ну так, на белую тряпочку, прямо вот так, два раза тираны, оно как новое. Даже царапину убирать. Ваша Рюша, сколько лет? Наверное, 7 этим окон? Больше, больше. А сколько? Один круголь. Один круголь. Один круголь. Один круголь. Один круголь. Ну, все болтики со сверлом идут, обычно острый должны быть. Ну, очень правильно, со сверлом в пластик. Держи, держи. Горка заводская. Горка заводская. Опять все взрывное, да? Механизм. Забвигались, тут я не правильно чуть-чуть сделал. Иногда, чтобы было ниже. Не дает ей развиваться. Держи, держи. Держи, держи. Держи, держи. Держи, держи, держи. Держи, держи, держи. Да у меня все есть. Чемоданы охота идти. Вот что, вот так. Чуть не закрыт. Да. Так, не проехали. Держи, держи. Все, вон он закрыт. Значит, нюхо опирается. Держи до конца. Держи до конца. И все. И тогда, все будет окей. Собираем дальше. Все, потеть начал. Я наверное нервничаю, когда работаю. Ну или тороплюсь, да. Потерю, как схватим. Тогда ничего не хватит. Ну еще лишний вес. Да, я не люблю за руку. Нет, я сам не люблю. Больше нервничаю. Ну и держишь, да. Сторопишься к чему-то и все. Проходит сейчас такая. Это тоже не подходит. Болгарка. 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 У нас дверь вот так откидывалась и низ держал. А низу нечего держать. Нет, там отверстия есть даже. Я думаю, малой бы не додумался снять. Она большая. Она вот у такого размера. Вот такая. Вот такая штука тут должна быть. Ответная часть, да. И она специальная для этой штульповой двери. Ну, я имею в виду, как на обычные места. Вот, нашли ее все-таки. Вот, я же говорю, она специальная здесь. Чик, чик. Так, как она правильно ставится? Вот так. Ага. Все, из-за света. Я сегодня вечером смонтирую и выпущу. У меня сейчас быстро я, наверное, научился. Это да, это крупный. Да. Длинный сильно. Надо покороче аж профиль упирать. А здесь. У меня тут коробки. А я взял подлиннее, наоборот. Вот, теперь держится дверь на проветривание. Она проживается. Так, только до конца не закрывается. Нужно сейчас все смазать и отрегулировать. Все будет работать хорошо. Для механизма. А можете ручкой пошевелить? Вот тут. Тут надо нажать. А ну, теперь вверх и держите. Теперь вниз. Тут угол все время ломается. Давайте еще. Все заклинило, да? Это так и надо. Есть встать на что? Стремян, стульчик. Ага. У вас тут по кругу механизм идет. Надо и от ветки смазать, и сам механизм, и обязательно еще ножницы вверху туда. Сейчас я стану на стульчик. На что? Да. Ой. Крещит. Надо на края. Ну, с телефоном удобно, если головой не заглядываешь в глаза, с телефоном видно сюда смазывать. А ну-ка сделайте еще ручечкой. Давай. Да, вы нажмите ее. Только не до конца. Да, вот так по центру. Крутишь? Ага. Легче стало? Угу. Все, свободнее стало. Это мы и рассчитывали. Станет когда туже, вы уже смажьте вот так по кругу. Ну, это то, что вылезли, где-то там. Ну, все равно ручку откидывает, где-то неправильно ответка. Хотя вот начало, начало, вот все, заработало. И легко, вообще хорошо. Видите, ручка не откидывается уже. Смотрите, вам еще можно прижим будет сделать зимний. В курсе? Ну, вот эти штучки, они поворачиваются горизонтально. Можно вот так повернуть, вот. А, вот эти, я помню. Короче, эти штучки, вы ручка крутите, вот они шевелятся. Они цепляются вот за ответную часть. Делаем эту штучку вот так, и она будет сильнее прижимать уплотнитель. Вот, чик. Все, это типа зимний режим. Но если зимой где-то будет дуть, сделайте в том месте, где она будет. Может там вверх или вниз, или задняя часть. Вот идет как на окне поворотно-откидной механизм. Из-за этого прижимов много. И, несмотря на то, что много прижимов, она работает идеально. Мягенько. Все, протереть осталось. Я залапал немного. Все готово, друзья. Часть петли соединяется с ножницами. Его нельзя крутить. Смотрите, друзья, запомните, кто будет регулировать окна. Регулировочный болт, вот он, вверху. А вот этот не крутите вообще, у вас дверь отвалится. Это соединяет вот эти ножницы вместе с вот этой петлей. Вот тут болтик крутите, и оно падает, короче. Отваливается. Тот болт не крутить. Если регулируем, делаем вот этот. Этот не трогаем. И вторая регулировка здесь вот внизу на петле. То есть граника вверх-вниз, а здесь только туда-сюда вот так. А, я понял. Да. Все, тряпочку дадите, я протру. Как обычно. Как обычно все неприлично. Денис Валерьевич, Ангуль. Денис Валерьевич, Ангуль. Плевать, кто ты? Слесарь, бизнесмен или музыкант? Занят делом или не вылазишь из кабака? Смотришь с высока на мир или по-простому? Служащий метро или акционер Газпрома? На диване с искорем или за рулем авто? В трениках на лавке или в парке в шляпе и пальто? На заводе у станка или в армии сака? Мирный малый или не решаешь спорт без полака? На районе с пацанами или с девушкой в кафе? Дома или на работе трезвый или под шафе? Патриот или давно уехал из своей страны? Переедем. Беруа Мерлен. Сейчас поищу. 25 минут. Поверните направо. Направо. Еще одно. Круговое движение. Вокруг российского триковора. Вон здесь тоже недорогие овощи. И есть хорошие вещи. Футболочка, например, мне нужна. Я за этим и еду. Хавал лаваш. Вход. Тут аппаратик такой стоит. Белоруссия. Четыре режима каких-то. Я так понимаю, это подвеска регулируется. Высота подвески. Это ж типа крузер. Кто знает, напишите в комментариях. Погнали. Опа. А это с этим? С предсказанием? У меня дома таких ящиков просто. Спасибо. А зачем она умерла? Здесь? Да. Смотрите, сколько здесь овощей. И цены. Смотрите, помидоры родовые 119. Краснодарские 139. Через 169. Огурцы 99. Капуста 49. Кукуруза 49. А почему вода? Ага. 69. Огурчики. Баклажанчики. Перец. Мотковь. Светла. Чеснок. Капуста. Все свежее. Все четкое. Абрикос. Персик. Просто бомба. Слива. Так, а я пошел в футболку. На обратном пути зайду. Черешенка. Ну попробую. Абрикос. Персик. Слушайте, она уже такая. Подустала. Пойдем. Сирануш. Прикольно. Бабушка Сирануш. Видели такое? Еда. Тут мужичка тоже вещи нормальные. Здравствуйте. Как дела? А мы идем к другому мальчику. Здесь вот такие красивые, необычные кроссовочки. Посмотрите. Париж. Там всякая. Движуха. Плохо ценнее. Но есть прикольная вещь. Распродажа. Все по 2 500. А вверху все по 500. Спортивные футболочки. Вроде не синтетика. Опа. По полторушке умброчки. Шваковинка. Вот костюмчик приличный. Такой. Ничего лишнего. Легенький. Найкус. Сколько стоит, интересно, рубля? Наверное, 3. А сколько такой? 6 500. В черном, ой, в синем и красном цвете. Не, это садовод. Прикольный. Был бы он 3 500, а не 6 500. А вот здесь, короче, очки классные продаются. Полароиды. Я и себе и Дашки купил. Вообще классные. По 1000. В общем, у него закрыто. А вы не знаете, что закрыто здесь? Он уже сегодня закрылся или давно не работает? Да нет. У него есть номер. Я набираю недоскуток. Ладно, назад. Не повезло сегодня. Хотел футболочку купить. А там мне пеной тут засралось. Смотрите, под пеневого подоконника случилось. Гляньте на меня. Что значит визит? Я хочу визит. Вы гляньте, какой манекен. Девочка. Серьезная. Тип тоже не очень. Манекены серьезные. Это человек как человек. А здесь гуманоид какой-то. Друзья, посмотрите на эти пижамы какие. Именно, да, такой джукичан серьезный. А это для петушок в каске. Прикольные манекены. Это вообще на серьезных щах. Вася. Здесь и элитные. Элитка. Чик. Я зашел, спросил цены. Там что-то по 7-10 рублей педали. Овощей мы уже купили. Едем в Леруа. Кукурузу не хочешь? Давай пухрунки возьмем. Да, 4 штучки возьмем. Давай, вкажу в отдельный пакетик. Это круто. Нечуть от початок. О, хорошенько. На базу подводных кораблей. Я их вижу хорошенькие. Все, 4 штучки. Хватит нам, ребята. Давай, сядь. Давай, сядь. Зачем платить больше, как говорится, да? Конечно. Пойдем смотреть сифон-фильтр. Так, что тут по местам? Внимание кого-то. Движуха прет. Материалы. Нам на сантехнику надо? Угу. Вот нашли, друзья мои, этот сифон. Смотрите, нам надо, чтобы с раковины выходил и сразу уходил под стену. Потому что у нас тут идет полка, закрывается. Она упирается в сифон. И не закроешь полку до конца. Вот. Видите? Сифон упирается. И все, не можешь закрыть. Мы уже купили вот новую штучку. Сейчас подключим сифон и у нас будет все закрываться. Надо белую. А белой нет у моей начальства? Нету. Ладно, пойдем. Не может маленький. Смотри, что. Пойдем, не нравится. Приедем домой. Все. Все. Купили сифон. Продукты остальные, которые нужны, купим пятерочки под домом. У нас будет сегодня вкусно. Как всегда. Как всегда, да. Патриот или давно уехал из своей страны? Адекватный парень или обожрался велины? Носишь майку в ССК или болеешь за зенит? Хочешь стать известным или может уже знаменит? Не похож на остальных или теряешься в толпе? Мир принадлежит тебе. Живи. Кто бы ты ни был. Мир в твоих руках. Джействуй на перчатках. Умнить или хрупей. Мне в твоих руках. Что бы ты ни был. Мир в твоих руках. Джейвуй на перчатках. Умнить или хрупей. Мне в твоих руках. becomes кто ты? Модник. Розовый футболк или рэппи-рог. Смотришь фильмы Кополы или тупость про перок. Раздонба или пример для коллектива. Ездишь в отпуск по Челябинск или на Мальсивы. Жмешь полтинник от груди. Или рубишь все в Xbox. Пелишься в журнал на телок или смотришь бокс. Любишь отбивную скровью или вегетарианец. Ходишь в клубы побухать или рвешься в танец. Кто надеешься к мне? Я уже дома. Вот разложил вам показать, что я купил. Зелень, помидоры, огурцы по 50 рублей. Дыни по 50 рублей. Кукурузы по 49, одна штучка. Это уголок золота. Молоко, лимон. А, кстати, вот этот шампунь, это просто бомба. Вот, жидкий шелк, я его называю жидкий пластик. Это просто волосы такие мягкие, такие нежные. Это бомба, советую, рекомендую. Ну и сифон с тройником. Семечки и колбаска. Чарли, ты в карцере еще? Выходить, Молоко. Выходи, молоко. А ну сидеть, Чарли, сидеть, сидеть. Нельзя сидеть. Сюда, ко мне. Молодец. Хорош. Сушку будешь? Сушку. Он эти сушки любит, от них только не рыгает. А так чисто корм ест. Все, друзья, всем пока. А мы будем готовить золото.